Урбан. Программа о городских проектах. У нас спонсора нет в этом месяце. Ещё раз благодарим компанию Куприд, которая поддерживала нас в течение двух месяцев. Напоминаю, что такое программа Урбан. Те, кто уже является её непосредственным потребителем и поклонником, знают, что мы обсуждаем городские проекты с разных сторон. У нас есть задача посмотреть на ситуацию в Кирове в отношении разных каких-то объектов и снять ситуацию с других регионов и, может быть, даже стран, как там сделано, какие новые технологии внедряются, в чём видят проблематику и, в конце концов, чего люди-то хотят на самом деле. И сегодня у нас очень важная тема, которую сами слушатели спровоцировали, это тротуарная сеть Кирова. И мы ставим вопрос, как лучше для людей. На самом деле, что бы мы ни обсуждали в предыдущих программах, мы всегда возвращаемся к тротуарам. Верно. 211-101 номер телефона прямого эфира. В Урбане мы принимаем звонки. 211-101. Надо сказать, что у нас здесь сегодня очень широкий спектр экспертов и спикеров. Прежде всего, представим Дмитрия Печёнкина, заместителя и руководителя Департамента благоустройства администрации Кирова. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый день. И, Дмитрий Александрович, нам, раз мы с этого начнём, собственно говоря, потому что начинается ремонт тротуаров, он расскажет нам, где, там, в каком объёме будет делаться тротуар, а потом уже будем обсуждать, а как они будут там делаться, удовлетворяет нас то, что мы имеем сейчас или нет. У нас в гостях Марина Бармина, заместитель начальника дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Марина Геннадьевна, здрасте. Микрофон, пожалуйста, к себе. Вы у нас первый раз, Марина Геннадьевна? Ну да. Поближе, ещё поближе. Я не слышу ваше. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, сейчас уже слышно. Хорошо. И, наверное, вопрос о том, как устраивается тротуар и что потом с ними случается, это будет к вам вопрос. Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров». Толя, добрый день. Добрый день. Человек, который нам постоянно рассказывает, как у других сделано и почему там, и можно ли это сделать у нас, да, вот такой обмен опытом произойдёт. Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские ССК». Денис Леонидович, здрасте. Здравствуйте. Кировские ССК производят тротуарную плитку. Да. Поэтому вы здесь. Мало того, Кировские ССК имеют подряды на ремонт тротуаров. Есть такое или ошибаюсь? Нет, нет. У нас нет. О, вот видите. Сейчас будете поправлять. Много чего мы скажем того, что, наверное, нет, но вы нас поправите. Я быстренько ещё проанонсирую наш опрос в группе ВКонтакте. Мы спрашиваем, как тротуары в Кирове необходимо делать и варианты ответов по современным стандартам в комплексе с дорогами, сетями и газонами. После того, как отремонтируют дороги. Сначала тротуары, потом дороги. И, наконец, неважно, в какой последовательности, лишь бы делали. На данный момент лидирует первый вариант по современным стандартам. Да ладно. Сколько процентов голосуются? Ты знаешь, 65 процентов. А почему ты удивлена? Ого! Я думала, что будет последний вариант лидировать. Лишь бы сделали. Но он на втором месте, вот чуть больше 25 процентов. Он на втором месте. Лишь бы сделали. 25 процентов, а 60 с лишним в комплексе. Люди готовы ждать. То есть люди подождать готовы. Получается. Ну, начнём тогда со статистики. Дмитрий Александрович, расскажите нам, пожалуйста, что у нас в этом году планируется в Кирове? Ещё раз добрый день. Значит, отмечу и, наверное, повторюсь. У нас в марте этого года, как уже все знают, проходило рейтинговое голосование. Оно было связано с тем, что город уже второй год участвует в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. И вот с 2018 года было принято решение, что часть той субсидии, которая поступает на благоустройство общественных территорий, направить как раз на благоустройство и ремонт тротуарной сети города. Это сам проект «Комфортная городская среда» отдал такую возможность? Да. Изначально была заложена такая возможность ремонта тротуаров по этой программе или нет? Изначально была возможность. Одно из направлений данной программы как раз является благоустройство и ремонт пешеходных зон. В принципе, тротуарная сеть города и относится к таким территориям. И в текущем году, как я уже сказал, было принято решение, что часть этой субсидии мы направляем как раз на ремонт в 2018 году тех тротуаров, которые в первую очередь нуждаются. Давайте вспомним цифры. Сколько всего на город пришло по программе «Комфортная городская среда» и сколько уходит на тротуары? Если говорить по общественным территориям, то у нас субсидия предусмотрена в размере 79 миллионов. Это федеральный областной и местный бюджет. И порядка 51,5 миллиона на сегодняшний день направлено на тротуары. 51,79 на тротуары? То есть большая часть субсидий у нас в этом году идет на пешеходные зоны. А как принималось такое решение? Ну, это же практически все деньги туда. Решение, наверное, было в первую очередь обосновано тем, что огромное количество жалоб, как вы уже сказали, поступают именно по тротуарам, где у нас осуществляется передвижение жителей города. В первую очередь было, наверное, этим обосновано. Тем более, раз в текущем году нам позволяют условия проекта выделять данные средства на эти работы, соответственно, я думаю, что это решение было поддержано всеми. И вот результаты рейтингового голосования показывают, что жителей города эта проблема очень интересует, волнует. И они активно приняли участие в определении как раз тех первоочередных тротуаров, которые будут в этом году делаться. А давайте тогда напомним, сколько тротуаров будет отремонтировано на эти деньги. Значит, на сегодняшний день, с учетом результатов рейтингового голосования, у нас сформирован тот перечень, который мы делаем в этом году. Изначально голосование шло по каждому району отдельно, то есть по Ленинскому району у нас на 2018 год определено 5 пешеходных зон. Если есть необходимость, я могу сказать по адресу. Нет, у нас нет времени на это. Общая протяженность. По Киапскому району 4, по Нововятскому 6 и по Пирамайскому 5. Общая протяженность тротуарной сети, которая будет отремонтирована или вновь устроена? Здесь идет речь о ремонте. У нас общая площадь получается 34 600 тысяч квадратных метров. Подсказывает Дмитрий Александрович, Марина Геннадьевна, подговорите слушателям в микрофон. Понятно. Тогда мы можем отметить следующее. Это будет ремонт, ямочный какой-то ремонт, это разбитые тротуары или это устройство новых совершенно тротуаров? Здесь идет речь, наверное, больше о ремонте существующих покрытий тротуарной сети. То есть в большинстве случаев это будет выполнена работа с использованием брусчатки, если говорить о городских районах. Часть работ, если брать, например, Нововятский район, будет выполнена с использованием асфальтобетонного покрытия. Почему такой выбор? Большинство тротуаров брусчатка, а вот в Нововятском районе асфальтобетонное покрытие. Как выбор вообще делается покрытие? На каком основании? Может быть, это вопрос Марине Геннадьевне? Нет? Да, значит, я поясню, почему было принято такое решение. Значит, у нас в городе Кирове очень, значит, большая сеть подземных коммуникаций. В связи с тем, что эти коммуникации у нас расположены в основном в тротуарной части. Ремонт асфальтобетонным покрытием, ну, как бы неприемлем. Почему? Потому что после проведения раскопок это все просаживается, значит, вновь восстановленный асфальтобетон. А чем хороша брусчатка в этом смысле? Тем, что, значит, брусчатку всегда в случае просадки и раскопки всегда можно поднять на существующий уровень, чтобы обеспечить водоотведение, чтобы обеспечить ровность покрытия. То есть в связи с этим в городе Кирове принято решение, во-первых, поднять уровень брусчатки, уровень тротуаров там, где он низкий на сегодняшний день, ниже уровня проезжей части. То есть приподнять эти тротуары. Ну и, соответственно, принято решение в связи с тем, что на самом деле очень много раскопок идёт по тротуарам. А ливневая канализация? Ливневая канализация у нас идёт, она в основном на проезжих частях. То есть её на тротуарах нет, как таковой ливневой канализации. А в Нововенске почему? Сейчас, секундочку, значит. И, соответственно, по брусчатке есть ещё такой момент, что водоотвод с крыш, где у нас предусмотрен, обязательно укладываются лотки. То есть в связи с этим, чтобы обеспечить и водоотводные мероприятия, и ровность покрытия, принято решение укладывать брусчатку. В Нововятске такой проблемы нет. В основном на Нововятске все сети у нас идут в проезжие части и в газонах. Поэтому на Нововятске мы просто поднимаем уровень в существующих тротуарах, там, где они провалены ниже уровня проезжей части, и ремонт предполагается, значит, асфальтобетоном. А что дороже? Ну, примерно цена одинаковая, но, естественно, что брусчатка при использовании цветной брусчатки, она чуть-чуть выше. Давайте о порядке центов всё-таки поговорим. Сколько стоит квадратный метр асфальтобетонного покрытия, и сколько стоит асфальтометр уже готового покрытия брусчаткой? Ну, вот метр квадратный с устройством, значит, поребрика, с установкой поребрика и с щебёночным основанием стоит порядка 1200 рублей метр квадратный. А брусчатка – 1400. А, небольшое отличие. Вот про щебёнку всё время хочется всё-таки зацепиться. Щебень у нас какой укладывается на тротуарах? Известковый, он предусмотрен, да, с третийными нормами и правилами. Да, я видела, как работает Чебулацкий карьер в этом году, выкладывала фотографии в Фейсбук. Я такого чуда, конечно, не видала никогда, потому что огромные облака просто вот такие поднимаются над Чебулацким карьером. Сразу видно, что во всё идёт дорожное строительство. Мы сейчас приезжаем буквально на полминуты, и попробуем подключить наших коллег из Ростова-на-Дону, узнаем, что у них сейчас с тротуарными сетями, и какие технологии они применяют при нынешнем вхождении в программу «Городская среда», «Комфортная городская среда». Урбан. Программа о городских проектах. Да, действительно, это программа «Урбан», программа о городских проектах. И звучит наша тема сегодня так – тротуарная сеть Кирова. Как лучше для людей? В рамках программы «Урбан» мы принимаем звонки по телефону 211-101, но и сами звоним нашим спикерам, и узнаём, какова ситуация по изучаемой проблеме, по изучаемым проектам в других регионах нашей страны. И сейчас с нами на связи Алексей Санин, директор Центра компетенции по развитию городской среды Ростовской области, город Ростов-на-Дону. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Алексей, мы вас хорошо слышим. Мы с вами вчера созванивались, и две у нас сегодня таким образом с вами темы. Ну, во-первых, мы перекидываем мостик. Мы, оказывается, выясняем, что в разных регионах нашей страны уже есть Центр компетенции. Поздравляю вас с тем, что в Ростове он есть. И вы мне вчера сказали, что любой благоустроительный проект, который в Ростовской области реализуется, проходит через Центр компетенции. Это так? Да, верно. Центр компетенции в Ростовской области был создан в августе прошлого года. Ещё в августе, задолго до общего, скажем так, решения на федеральном уровне о создании Центр компетенции. Решение было принято лично губернатором Ростовской области Васильевичем Голубевым, потому что было явное, чёткое понимание того, что современное благоустройство, оно всё-таки необходимо с участием профессионалов. И именно Центр компетенции является агрегатором и таким организацией, которая централизует экспертное сообщество по различным темам. Вы мне говорили, что у вас лучшие архитекторы работают. Ну, мы постарались собрать Центр компетенции. Действительно, у нас сейчас в штате находятся три архитектора, которые занимаются разными направлениями. Есть главный архитектор, есть архитектор, который курирует дворовые пространства, дворовые территории, и архитектор, который занимается общественными территориями. И действительно, и что касается главного архитектора Центр компетенции, ну, на мой взгляд, это действительно лучший архитектор в сфере благоустройства городской среды, потому что этот человек принимал участие непосредственно в работах по благоустройству, реконструкции центральной улицы, улица Большая Садовая, которая осуществлялась при участии КБ «Стрелки» совместно с местным архитектурным бюро «Проект». И вот Татьяна Николаевна Костенко, которая является данным аспектором Центра Компетенции. Алексей, расскажите, пожалуйста, про устройство вот этой главной улицы Большая Садовая, о которой вы сказали. Мы видели фотографии на замечательно сделанном сайте Ростовского Центра Компетенций, и такое ощущение, что сделана эта улица по ведущим мировым стандартам, в том числе и в части интересующей нас, в части тротуарной сети. Да, безусловно. Из себя Большая Садовая испокон, скажем так, много лет представляла обычную классическую пешеходную, трафиковую улицу, которая пересекает достаточно большую часть города. Это центральная улица. Она из себя представляла широкую тропиночную сеть с очень широким дорожным полотном, которое превышало все мыслимые и немыслимые стандарты. Я имею в виду ширина дороги. При этом из-за этого страдала ширина тротуара. При реконструкции, которая была предпринята на основании проекта Стрелка и проекта МПлюс, совместная работа, предполагалась работа в нескольких этапах. Во-первых, это был пересмотр непосредственно тропиночной сети путем расширения ширины тротуара за счет уменьшения ширины полос для автомобилей. Потому что это важно. Сужение дорожного полотна дисциплинирует водителей. Вся эта работа подтвердила свою правильность как на европейском опыте, так и на московском. Очень сильно сужены полосы для более дисциплинированного вождения водителей. И здесь было принято решение о том, что мы сужаем дорожное полотно, расширяем тропиночную сеть, при этом добавляя так называемое двойное зеленение. Что такое двойное зеленение? Первый уровень зеленения высаживается в виде зеленых насаждений на границе тротуара и дороги, которая визуально разграничит дорогу с тротуаром. И через метр-полтора от дороги будет идти второй уровень зеленения, осуществленный с помощью деревьев, рослых деревьев высотой от двух метров до трех с половиной метров, высаженных в коме, ну, именно вот в таких вот клумбах с газоном. То есть, во-первых, насаждения возле дороги они разграничат и дадут пользу в виде безопасности, чтобы не пересекали люди в неположенных местах дорогу, а зеленые насаждения, деревья непосредственно будут создавать эстетический, визуальный комфорт, ну и тень в летнее время года. Мы находимся в Ростове-на-Дону все-таки, например, сейчас у нас 38 градусов тепла на улице, очень жарко. Алексей, мы видим фотографии этой улицы на вашем сайте, на сайте Центра компетенции Ростова-на-Дону, и мы видим, что здесь в устройстве тротуаров используется плитка. Знаете ли вы, что за производители и там какой щебень используется? Потому что в Кировской области, как подложка к тротуарной плитке, используется известковый щебень, и очень многих вызывает это критику. Знаете, к сожалению, не скажу. Вот прямо сейчас по составу, по непосредственному составу плитки, могу сказать, что у нас есть два производителя местных в Ростове, две компании, это компания «Ландшафт» и компания «Битэк», которые производят данную плитку, и мы, по сути, во всех работах используем продукцию местных производителей. Это потому, что именно местные производители хотите поддерживать, или потому что вас устраивает там качество, как она себя ведет? И то, и другое. Качество хорошее. Ну, во-первых, безусловно, в программе у нас есть тренд при реализации программы поддержки местного производства, и, собственно, на федеральном уровне слышны эти тренды о том, что нужно развивать. Эта программа является драйвером развития, в том числе и мелкого, малого предпринимательства, среднего предпринимательства. Во-первых, качество поддержки, во-вторых, и, в принципе, качество абсолютно устраивает. Безусловно, есть определенный процент брака, но производители очень оперативно меняют эту продукцию. А, я сразу хочу вас тогда спросить, гарантийный срок какой? Гарантийный срок один год. Один год. Вопрос от нашего гостя здесь в студии у нас Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров». Анатолий, пожалуйста. У меня такой вопрос. Сколько в вашем городе в год ремонтируют статуаров, и сколько автодорог? Ну, то есть, соотношение, сколько денег тратится на автодороги, и сколько денег тратится на тутороги? Ну, знаете, центр компетенции, это другая немножко программа, связанная с безопасными и комфортными дорогами. Центр компетенции занимается программа формирования, комфортной городской среды, не отвечу, ну, правильно не отвечу точно на этот вопрос. Ну, хотя бы там примерно, на ваш взгляд, большее внимание в Ростове сейчас на Дону уделяется дорожному покрытию, дорогам, где автомобили ездят, или тротуарам, что в приоритете? Дорогам, 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 однозначным дорогам. Дорогам. Однозначным дорогам программа безопасной и комфорта дороги очень активно работает, и, ну, вот, по моему ощущению, по гостям нашего города, с которыми они очень приходят сейчас на работу, которые приезжают просто по деятельности нашего центра, ну, дороги хорошие, мне кажется. Еще один вопрос, Алексей. Вот работа по Большой Садовой сделана. Реакция горожан? Это, во-первых, еще не до конца. Это был первый этап. Пока мы сделали тротуарную сеть, мы не трогали дорогу. Дорога будет реконструироваться в течение ближайших двух лет, начиная с 2019 года. То есть непосредственно будет сужаться ширина полос и еще расширяться непосредственно тротуар. По поводу реакции, безусловно, положительный. Наш город принимал чемпионат мира, и, конечно, вот она преобразилась в кардинально Большое Садовое. Во-первых, помимо самой, самого визуально-фильского представления Садового, были заменены все малые архитектурные формы, были заменены зеленые насуждения, были отреставрированы фасады практически по всей Большой Садовой, ну, где не успели, использовали баннеры. А вот такая интересная сейчас история, Алексей. Чемпионат мира закончился, огромные деньги, которые уделяли городам под чемпионат мира, тоже закончились, а люди уже хорошие увидели. Да? Вот дальше как удержать этот уровень и распространить вот этот опыт замечательный, который у вас на Большой Садовой реализован, чтобы на весь город? Это очень хороший вопрос. И на самом деле мы, как Центр компетенции, мы очень слышим, даже я в социальных сетях несколько читал постов о том, что у кого-то есть информация о том, что возьмут и снимут малые архитектурные формы, красивые новые, которые были установлены, современные лавочки, коммейки, после чего-то мира возьмут и снимут и унесут. Но это, безусловно, так не будет. И наша задача, как Центр компетенции, именно переносить вот этот опыт благоустройства, и что самое главное, восприятие использования этих пространств по всему городу. И, собственно, мы сейчас работаем. У нас в Ростове-на-Дону в этом году будет благоустроено три парка в самом городе дополнительно по программе формирования комфортной городской среды и 64 дворовых территорий. И нас интересует, конечно, в этих парках и в дворовых территориях тротуарная сеть. Она будет в соответствии с стандартами делаться, которыми вы уже применили на Большой Садовой или по старинке? Обязательно. Более того, мы в парках сейчас идем в увеличение покрытия, увеличение площади покрытия, не твердого покрытия, скажем так, классического, асфальтобетонного либо плиточного. Мы достаточно большой процент покрытия используем таким насыпным покрытием, терсой, которое дает эффект тихого отдыха, легкой прогулки в парке, в сквере. Ну, а в целом, конечно, мы используем вот те технологии, которые используют на Большой Садовой. — Благодарю. Алексей Санин, директор Центра компетенции по развитию городской среды Ростовской области. Есть вопрос еще? Да. Алексей, подождите еще, остайтесь с нами. — Да, нет, я не... — Дмитрий Печенкин, заместитель руководителя департамента благоустройства администрации Кирова, хочет задать вам вопрос. Пожалуйста, Владимир Александрович. — Алексей, добрый день. Два вопроса, наверное, из практики работы. Ну, если есть стоимость вот данного благоустройства, этого участка, и каким образом содержится создана, например, тротуарная сеть, либо механизирована, либо вручную, чтобы... Ну, и, наверное, в последующем, чтобы ее более-менее сохранять. — Ага, ну, смотрите, по вопросу стоимости могу просто немножко позже ответить. Нужно поднять цифры? Сейчас нет цифр по стоимости всего объекта, связанной с реконструкцией первого этапа Большой Садовой. Не помню его. По поводу обслуживания, вы имеете в виду, каким образом обслуживать? — Да. — Правильно? — Ну, с использованием техники, либо вручную. — На самом деле. Вот, ну, по опыту просто зимы, это механическое использование легких механических аппаратов зимой непосредственно. — Зима в Ростове не такая суровая. — Зима в Ростове не такая суровая, говорит Дмитрий Александрович. Вы чем посыпаете тротуары зимой? — Посыпаем специальными растворами, которые идентичны с московскими, в том числе, к сожалению. — А песко-соляная смесь используется? — Да, да, да. — И это тоже. — Используюсь. — Спасибо. — Понятно, спасибо. — У нас, понимаете, зима-то еще длится пару дней, может быть. — Это да. У нас лето пару дней. Спасибо. Спасибо, Алексей, за бесценный опыт. Алексей Санин, директор Центра компетенции по развитию городской среды, Ростовской области, был с нами на связи. — Ну вот видите, у них там все в комплексе. У меня, например, вчера я долго спорила... — Ну не все. Мы видим один пример, вот, да, центральная улица. — Нет, я имею в виду, что это не только какая-то программа, что тротуар, но тут же и сужение этой проезжей части. У меня просто вчера с коллегами, с новостниками произошел большой спор. Мне пришлось обложиться гуглом, когда Варламов у себя блогер выложил, критиковал Казань по поводу того, что у них там в историческом центре есть какая-то широкая дорога. И коллеги спросили, собственно, что здесь плохого, широкая дорога, это же классно. Я говорю, ну не совсем классно. Ну и началось там слово за слово, и мне пришлось вот искать им и доказывать, что расширение дорог ведет к увеличению пробок. И они искренне не понимали, черт возьми, почему. — Доказали? — Ну... — Ты смогла доказать? — Ну я смогла доказать, накидать им доказательства. Уж поверили они этим доказательствам или нет, это надо у них спросить. — Да, ну как выяснилось, как выяснилось, Марина Геннадьевна была в Ростове, да, вы в курсе этого проекта. Мы сразу после перерыва наберем, а мы сразу после перерыва наберем еще Пермь, а потом все, что нам коллеги рассказали, обсудим. Поскольку есть и свидетели, есть и человек, который мог бы вчера поучаствовать в споре с новостной редакцией «Эхо». А еще хотелось бы спросить у Дениса Крутихина, показалась сейчас фотография из Ростова, какая там плитка лежит. Я такой плитки в Кирове не видела. Хотелось бы понять, что у нас производится. И есть ли у нас вот такая программа поддержки собственных производителей, когда разыгрываются контракты, как в Ростове нам сейчас сказали, или нет. Прервемся на полторы минуты, это программа «Урбан». Тротуарная сеть Кирова, как лучше для людей. 211-101, номер телефона прямого эфира, пробивайтесь нашего эфира, высказывайтесь, как лучше для вас, а мы здесь делимся опытом и кировским, и опытом других регионов устройства тротуарной сети, и все вместе это обсуждаем. Горячие обсуждения были в перерыве, но мы сейчас будем набирать Этнера Егорова, я ошиблась, не Пермь, Пермь у нас будет в следующем часе, а Чебоксары, сейчас Чувашия будет. Этнер Егоров, руководитель Центра компетенции по развитию городской среды, опять же, видите, как я отрабатываю темы Центра компетенции, хочется знать, чем люди занимаются. Он же является руководителем Агентства территориального развития в этом регионе. Я попросила вчера Этнера тоже подготовить материал по тротуарам, что творится в Чувашии, что творится в Чебоксарах, и он обещал, что это сделает. Вот сегодня, вот сейчас ждем мы с ним связи, но по тому, что нам рассказал Ростов-на-Дону, возникли у нас жаркие споры, и мы обязательно эти комментарии озвучим сразу после того, как выслушаем Чувашию. Выводите, выводите, Этнер. Алло. Алло. Алло, день добрый. Этнер, добрый день. Да, очень хорошо слышно. Я попрошу тебя не передвигаться, а говорить в трубку. Мы уже представили тебя, да, как руководителя Центра компетенции. Только что с нами был твой коллега из Ростова-на-Дону, рассказывал об опыте устройства тротуарной сети в Ростове-на-Дону. И у них там хороший такой пример. Центральные улицы, Большой Садовый. Ну, понятно, в Ростове-на-Дону чемпионат мира. Они там получили хорошие средства, но тем не менее он рассказывает о том, что вот этот опыт, который они в Ростове-на-Дону приобретают, они выносят на другие участки тротуарной сети. Там еще такая интересная история возникла. Хотелось бы у тебя спросить. Не уверена, что ты мне ответишь, но тем не менее. Нам Алексей Санин из Ростова сказал, что они в тротуарную плитку, которую используют для устройства тротуаров, только собственных производителей. Это такая политика у них. А что в Чувашии? Ага, можно отвечать, да? Да. Ну, точно отвечаю, что мы не рассматриваем и не отстаиваем местного производителя. У нас такой политики нету. Хотя в этом есть, конечно, резон и здравый смысл. А то, что касается вообще тротуарной плитки, если сейчас отвечать, я могу немножко развернуть. Да, давай. Значит, я специально вчера посмотрел цифры, сколько у нас потрачено на бюджет тротуаров и пешеходных историй в этом году. У нас 20 миллионов выделено. И 30 площадок территории под это запланировано освоить. 20 миллионов на Чебоксары, да? 20 миллионов на Чебоксары? 20 миллионов на пешеходные дорожки. Именно на пешеходные. Не на благоустройство, а именно только пешеходные дорожки. Я вот прям все их посмотрел. Ну, на самом деле, с одной стороны, это, может, и большая сумма, потому что, все-таки, пешеходные дорожки, это не благоустройство. Но, с другой стороны, вся сумма ушла у нас тоже на две инфраструктурные главные вещи. Это связано с набережной. У нас река Волга в городе Чебоксары. И в этом году был бы грандиозный проект по ее реконструкции. И, соответственно, часть, большая денег ушла на благоустройство пешеходных связей и непосредственно на набережной. Как-то так. А сколько еще раз в Чебоксарах населения? 500 тысяч населения. Как у нас? Ну, я могу тебя порадовать. В Кировской области, в городе Кирове 51 миллион на тротуарную сеть в этом году выделяется. 51 против ваших 20. Да, расскажи мне, пожалуйста, видишь ли ты какие-то тренды, которые есть у Чебоксаров по устройству тротуаров? То есть это старые технологии, условно говоря, ямы закатали, асфальтиком посыпали, бордюры и газоны выше тротуара. Или власти начинают как-то по-другому подходить к устройству тротуаров, используют новые технологии. Когда тротуар выше, чем газон, когда там правильный слоеный пирог под тротуаром, когда там разделение дорожной части, тротуарной, сети убираются, как у вас все происходит? Я тебя услышал, очень хорошо, что ты назвала, вот уже начал отвечать на вопрос, как. Я при подходе к территориям использую три вопроса. Что, как, зачем? Что означает непосредственно, что мы стелим? Асфальт, плитку, сколько ее, расстояние, глубина, толщина и так далее. Это вопрос, что? Иногда администрация задает себе вопрос, как. То есть вот о чем ты говорил, как в Европах сделать таким образом, чтобы грязь не стекала на эти тротуарные дорожки, чтобы на тротуарных дорожках могли комфортно себя чувствовать и велосипедисты, и пешеходы, и даже те красивые дамы на каблуках, которые на самом деле-то не очень любят тротуарную плитку по понятным причинам. Но есть и третий вопрос. Зачем? Вот самая сложная задача, когда нужно ответить, кто и зачем будет эту тротуарную, ну, вот эти пешеходные связи, как использовать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести кучу исследований, подсчетов непосредственно вот этого трафика пешеходного и сделать анализ, кто именно ходит. Детишки, пенсионеры, молодые пары, мамы с колясками. Когда мы понимаем, зачем же тротуарная плитка, понимаем этот сценарий, который там можно развернуть, тогда можно уже и говорить или в обратную сторону разворачивать сценарий, что и как технически там выполнять на данной территории. У нас вот из опыта есть, например, город Цивильск, не город Чебоксар, обычная история, там здесь 15 тысяч населения дали финансирование, дали возможность обустроить территорию, и они решили все там 5000 квадратных метров парковой зоны закатать в плитку. Вот это как раз история о том, что они не знают зачем, но они знают, что если есть возможность потратить деньги, мы ее шире больше, много этой плитки везде положим. Мы благополучно этот процесс установили, но это вот как раз яркий пример того, что не всегда плитка или там количество тротуарных пешеходных линий, это хорошо. Главное... Это, наверное, ты пропадаешь куда-то. Алло? Алло? Да, да, да. Вот сейчас слышно. Да, вот ты сказал, что вы остановили процесс закатывания парка под тротуарную плитку. Значит ли это, что теперь благоустроительные проекты полностью проходят через центр компетенции Чуваши? Абсолютно. Никто не имеет права начинать притрагиваться к земле без первичного согласования с центром компетенции. Что такое согласование? Может даже не то слово. Наша работа заключается в том, что мы проводим социокультурные исследования территории. Мы выявляем городской контекст, мы считаем трафик, мы считаем, о чем я выше говорил, сколько людей, как, зачем, почему они ходят, мы выявляем эти сценарии и предлагаем наполнить территорию новыми смыслами и продуктами, экономическими там. Да, я поняла. У нас время сейчас ограничено. Скажи, пожалуйста, сколько человек в центре компетенции в Чувашском работают? Ну, фактически сейчас три человека работают, но есть экспертная группа, куда входят все архитекторы и все там представители вузов региона. Поняла. Спасибо. Это Нарьегоров, руководитель Центра компетенции по развитию городской среды и Чувашии. Ну, я специально просто об этом делаю акцент, потому что, коллеги, всех нас касается этот Центр компетенции. Непонятно, как он будет устроен в Кировской области, кто туда будет входить и как это все будет согласовываться. Ну, вот видно, что три человека перекрывают целую дорогу, в данном случае тротуар. Целый парк заворачивает проект целого парка. У нас остается до завершения этого часа несколько минут. Я бы хотела все-таки дать слово Марине Геннадьевне. Марина Геннадьевна у нас без наушников осталась в этот раз. Но мы возвращаемся сейчас в Ростов. Вы говорили, что вы были там в Ростове-на-Дону и видели этот проект, да, Большой Садовой. Ну, во-первых, значит, в Ростове, конечно, я была проездом. Однако в Ростове, наверное, по всем центральным улицам в основном уже лежит, конечно, покрытие из брусчатки. Чем отличается плитка тротуарная от брусчатки? Ну, это одно и то. Слава Богу. Понятно. Да, конечно, вид города, он сразу как-то более привлекательный становится, более цивилизованный. Когда плитка еще, она идет цветная, то есть это, ну, как бы, будем говорить, обновление идет города, да, в связи с тем, что город играет. Вот сам по себе цвета играют. Вот, везде идут, конечно, водостоки, водоотведения. Вот мы видим, на Большой Саду, прямо на тротуарной сети есть ливневка. Вот, и поэтому велодорожки сделаны там же, так же, да, в тротуарной части, то есть велосипедисты, они просто не мешают проезду автомобильного транспорта. Нанесена разметка на велодорожках в обязательном порядке, пешеходные переходы прямо по велодорожке нанесены, а знаки, значит, велосипед, либо там запрет велосипеда рядышком, где пешеходная часть. Ну, в общем, это как бы говорит о качестве жизни для пешеходов, да, для горожан. То есть все это очень красиво, все это привлекательно, все это удобно сделано для пешеходов. В местах пешеходных переходов везде стоит пониженный бордюр, то есть это и для, будем говорить так, значит, лиц маломобильных, мамочек с колясками, велосипедистов. Это все настолько удобно, это надо просто ощутить на себе, чтобы понять, что это очень хорошо. И в городе Кирове, наверное, мы все-таки будем стараться выполнять то же самое, но единственное, что есть места, конечно, у нас с тротуарной частью, где невозможно сделать, пока велосипедные дорожки, в связи с тем, что у нас ширина тротуаров, это просто пока не позволяет сделать. Вот. А так стремиться к лучшему, конечно, надо. Потому что, признаться честно, уже надоело за хорошими впечатлениями ездить куда-то. Да, да, да. Образцовый тротуар в городе Кирове для вас? Есть у нас сейчас такой или пока нет? Ну, совсем образцовых нет, но, значит, 3-4 года назад выделялись средства для обеспечения, значит, уровня наших пешеходов, более достойный уровень, значит, центр города Московская, Преображенская, да, часть Дериндяева улицы, она вся уже практически центр города выложен в брусчатке. А есть ли там поребрики, которые вровень с проезжей частью? Да, ну, есть, потому что требования вот по маломобильным группам, оно вышло совершенно недавно, и сейчас при переустройстве бордюрного камня, да, при ремонте тротуаров мы уже подходим под эти требования. Да, мы критиковали в прошлый раз, когда укладывалась улица Спаская, как раз еще при господине Перескокове, мы не понимали, почему укладывается плитка, поднимается тротуар, а поребрики остаются практически на том же уровне, только последняя минута. Вопрос по требованиям. Мы просто недавно с вами встречались там у Дворца пионеров, вы сказали, что там переход с проезжей части на четыре сантиметра. Ну, на самом деле требования от нуля до четырех, и во всех нормальных городах России делают ноль. – Мы об этом поговорим, мы дадим возможность поспорить и в перерыве, и поговорим об этом в следующем часе. Программа «Урбан» остается в том же составе после двенадцати. Продолжение следует... Продолжение следует...